В эфире телеканала «Итоги дня» в студии Надежда Саханская. Здравствуйте! В начале выпуска об основных темах. Отстояли населенные пункты. Два крупных лесных пожара в Абыйском районе ликвидированы. Сейчас в Якутии действует 58 лесных пожаров. Льготы на транспортные услуги в сфере образования, досуга и культуры. В республике расширили меры поддержки многодетным семьям. Расскажем подробнее. Прием закрыт. За это лето в Северо-Восточный федеральный университет. Заявки подали более 18 тысяч абитуриентов. Велосипеды, подковы и утеплитель. В Мирненском районе прошла акция по очистке водных берегов от мусора. Озеро Долгое в городе Ленске облюбовали индивидуальные предприниматели. Что из себя представляет забава с абордами, знают наши корреспонденты. В Якутии действует 58 лесных пожаров. Также один на особо охраняемой природной территории Олегвинского заповедника. В тушении задействовано более 1700 человек и 170 единиц техники. Ситуацию с лесными пожарами регулярно мониторят спецслужбы. В некоторых районах Якутии прошли дожди. По усилению осадков задействованы зондировщики. На данный момент 6 пожаров на территории республики локализовано. До конца текущих суток эти 6 локализованных пожаров планируем ликвидировать. Ну и также до конца суток еще 3 пожара будут локализованы. Ситуация все равно остается еще достаточно напряженной. Осадки прошли не по всей территории республики. Но тем не менее есть районы, где ситуация значительно улучшается. За сегодняшний день у нас прирост небольшой, менее 2000 гектар. И уйдет из, так скажем, горимости около 20 тысяч гектар. Вообще, с начала пожароопасного сезона нами ликвидировано 695 лесных пожаров. Отстояли населенные пункты. 10 дней борьбы со стихией дали результат. Как итог, в конце той недели два крупных лесных пожара вблизи поселка Белая гора и села Кенкёль Абыйского района ликвидированы. Как работали спасатели, расскажет Вероника Таюрская. Сигнал о пожарах поступил в конце рабочего дня, когда уже все сотрудники собирались домой. У спасателей был всего лишь час на сборы. Взяв с собой все необходимое, они вылетели в Абыйский район. Уже ночью, когда борт со спасателями приземлился, стало понятно, что ситуация сложная. В первый раз мы вылетели 15 человек. 10 было и спасателей регионального отряда, затем 5 из МЧС, спецчасти. Первые, которые прибыли мы туда. И отправились также сразу работать ночью. В час ночи было проведено совещание, и отправились уже на место пожара. Ночью пытались разглядеть с БПЛА, какую кромку всю. Но там не получалось из-за того, что было сырость, туман. Сыльная задымленность. Не было ветра. Основным способом для тушения лесных пожаров стал встречный пал. Как отметили спасатели, отжиг шел 2,5 километра. Ситуация может выйти из-под контроля, если меняется направление ветра. В основном встречный пал, когда у тебя идет верховой пожар, то только встречный пал, больше ничего не поможет. Ну и работала авиация МЧС КМИ-8 со сливным устройством. Она помогала. Получилось так, что ветер погул в нашу сторону, и у нас случился переброс пожара. И после этого уже начали нас уже самих эвакуировать. Возгорание в Абыльском районе спасатели называют одними из самых сложных. Ведь пожары были верховыми, что затрудняло тушение и представляло опасность не только населенным пунктам, но и жизням спасателей. На подмогу пришло местное население, которое помогало не только в тушении, но и в быту, готовя еду для лагеря. Нас как бы разделили, они вот на том берегу, мы получается на этом, и как бы на встречу идем. Как бы они к нам, мы к ним. Получается, вот так работали. Да, конечно, именно спасатель должен руководить же, получается. Везде, где идешь, вот именно, хоть это пожары, хоть это поисковая спасательная работа, там именно руководишь, вот именно, получается, местными жителями, да, работаешь. Они, конечно, да, прислушиваются. Как признаются огнеборцы, их семьи привыкли к такой работе, но каждый раз боятся за своих родных. В данный момент группы спасателей продолжают тушить пожары в Олегминском и Верхневилюйском районах. Ироника Таирская, Джоустан, Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгринском районе рассмотрены уголовные дела по актам вандализма в пассажирских поездах. В одном случае 42-летний мужчина возвращался домой после работы вахтовым методом и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил дверь вагона ресторана в пассажирском поезде. По-другому делал 38-летний приезжий гражданин в январе этого года, следовал к месту работы в поезде и после распития спиртного разбил зеркальную дверь купе. Данные нарушения закона произошли на железных дорогах Якутии. В результате этих преступлений причинен материальный ущерб в общей сумме более 140 тысяч рублей, которые злоумышленники возместили в ходе расследования. С учетом позиции государственного обвинителя Нерингринской транспортной прокуратуры, суд назначил первому обвиняемому ранее судимому в захищении чужого имущества и наркопреступления наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% доход государства. Второй подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту работы и жительства, имеет наиждевение двух малолетних детей с учетом данных обстоятельств, а также его активного способствования расследованию явки с повинной, в том числе заглаживания причиненного вреда. Суд пришел к выводу о возможности его исправления без назначения наказания и прекратил уголовное дело на основании статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с его деятельным раскаянием. С 20 июля началась арктическая навигация в Якутии. Открыты неосвещаемые речные пути от острова Столб в дельте реки Лены до остановочного пункта Истанакко в Булунском районе, а также участок Нижний Янск, Янский залив. С 1 августа будет открыт путь до бара реки Индигирки, 5 августа до реки Колымы и далее до реки Анабар. Сроки начала навигации на северных реках зависят от природно-климатических условий в арктическом регионе Якутии. Вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории промышленного Алданского района рассмотрели на выездной межведомственной комиссии Министерства экологии Республики. Какой была зеленая повестка, узнал Руслан Павлов. Загрязнение водоемов окружающей среды и воздуха предприятиями и природопользователями – вот три основных направления, к которым приковано пристальное внимание экологов и природоохранного министерства. Предыдущая выездная комиссия Минэкологии Республики Валданский район проходила весной, перед стартом промывочного сезона предприятий, добывающих рассыпное золото. Зачастую именно они допускают сбросы в реки и водоемы, что приносит значительный ущерб экологии. Наше пристальное внимание уделяется на промывочный сезон, летний период. Конечно же, тот ущерб, который наносится природопользователям, конечно, эта работа колоссальная. Сейчас предстоит почитать все те ущербы, которые были нанесены Алданскому району и его водным объектам. Поэтому пока я не буду говорить, но результаты будут. Результаты ждет как общественность района, так и население, которые первыми сигнализируют о несанкционированных свалках, мутных водах и других безобразиях, наносящих вред природе и биоресурсам. Впрочем, сегодня нарушение природоохранного законодательства может повлечь не только штрафы. Об этом недропользователи еще в феврале на отчетах правительства перед населением предупреждал премьер-министр Кирилл Бычков. Систематическое нарушение таких условий и норм приведет к лишению лицензии. То есть здесь никакие моратории, никакие запреты. Это все понятно, что в целях сокращения нагрузки на бизнес принималось, но это не для того, чтобы вредить природе. Это я точно скажу, что здесь мы в части в этом будем держать очень сильный контроль, будем развивать институт общественных контролеров природы, поэтому я думаю, что здесь в скорости все вот эти вопросы, они будут сразу выявляться, высвечиваться и, конечно, решаться. Поэтому я об этом заверяю. Если в глухой тайге трудно поймать нарушителей за руку, то в черте населенных пунктов все очевидно беспрекрас. Парк «Золотой» в городе Алдани становится популярным среди жителей. Он расположен на реке Артасала, воду в которой периодически мутят горнодобывающие предприятия. Ворота там отдыхает очень хорошо, но речка Артасала, которая является наполнителем водоемов в этом парке «Золотой», она периодически у нас загрязняется. Это вот просит глава Бугай об этом сказать, чтобы протокол произошел, чтобы обратили внимание контролирующие органы и недропользователи о том, что эта речка на виду, весь город ее видит, при малейшем загрязнении будет приняты берег. По итогам выездной коллегии будет сформирован протокол с рекомендациями и предписаниями по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Алданского района. А вот берега рек Мирненского района очистили от велосипедов, подков и кусков утеплителя. Акция по очистке водных берегов от мусора – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Все подробности у наших коллег. «Делаем наш город чище!» Сотрудники ПТВС сказали и сделали. В Мирненском районе очищали берега рек и водохранилищ от мусора. В Мирном во время уборки нашли куски утеплителя, велосипеды и подковы. А в удачном – забытый кем-то сноуборд. Предприятие присоединилось к всероссийской акции «Вода России». Помощь доставке инвентаря оказала авиакомпания «Алроса». Одной из основных задач предприятия – это оказание качественных услуг. И, безусловно, наличие чистой, хорошей, качественной воды – это одно из мероприятий, которые мы должны обеспечить для граждан, где мы работаем. Сотни сотрудников ПТВС вывезли 25 кубометров мусора из Мирного, Удачного, Айхава и Арылаха. Таким объемом можно загрузить два кузова 20-тонного КАМАЗа. В данной акции мы призываем местное население, молодежь и организации. Может, это станет, скажем так, каким-то началом для проведения более масштабных таких мероприятий. Возможно, мы дальше его смасштабируем и на следующий год привлечем еще большее количество людей. Акция по очистке водных берегов от мусора – часть федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. В 2024 году ее проводят с 1 апреля по 30 октября. Льготы на транспортные услуги в сфере образования, досуга и культуры – это лишь часть мер поддержки многодетных семей. В Якутии расширили меры поддержки семей, у которых трое и более детей. Подробности расскажет Даяна Федорова. На сегодняшний день в Якутии проживает более 34 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 110 тысяч детей. По сравнению с 2020 годом количество семей увеличилось на 3 тысячи, что, безусловно, требует государственной поддержки. Я считаю, очень даже полезно и очень даже нужно. На строительство домов дают, вот допустим, ипотеку сельскохозяйственную, вот эту вот ипотеку дают. Нет, тут есть у нас программы. Ну, конечно, стоит продолжать. Тяжело же семьям жить многодетно. Поэтому, конечно, правильно это все делается. И это не все, что происходит. Все, чем помогут многодетным родителям. С началом нового учебного года будут введены бесплатное горячее питание и проезд в общественном транспорте. Помимо этого, будет предоставлена льгота по оплате жилья и коммунальных услуг в виде выплаты в размере 30% отплаты на все жилищно-коммунальные расходы. Заявление нужно подавать один раз в год. Если размер полученной выплаты ниже 30% от фактических расходов, то производится перерасчет при следующем обращении. Выплата предоставляется без учета доходов многодетной семьи, но сумма выплаты будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер поддержки. Еще одно важное нововведение. Обучающимся по программам СПО полагается выплата в размере 50 тысяч рублей. Основные требования – статус многодетной семьи, возраст обучающегося до 23 лет, а также очная форма обучения на платной основе. Основным также требованием для того, чтобы получить компенсацию, является то, что обучающийся учится на перспективной или востребованной рынке труда специальности или профессии. Перечень таких востребованных и перспективных специальностей утверждается отдельным постановлением правительства республики. Он, конечно, может актуализироваться, исходя из спроса рынка труда. Заявление на получение всех этих льгот и выплат можно будет подать электронно через госуслуги, а также лично через МФЦ. Все меры социальной поддержки заработают с 1 сентября текущего года. Также хочу отметить, что внесены изменения в закон республики Саха-Якутия о статусе многодетных семей, в соответствии с которым подтверждет бессрочный статус многодетных семей на территории нашей республики. Меры поддержки будут продолжены. Напомним, что с 1 января следующего года будет запущен новый национальный проект «Семья». Он будет направлен на поддержку молодых, многодетных семей и граждан старшего возраста. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Глава Якутии провел встречу с археологом Иваном Фроловым. Руководитель раскопок рассказал Айсену Николаеву про ход работы, а также ознакомил с уникальными находками. Среди наиболее значимых объектов археологи отмечают 9 фрагментов берестяных грамот. Специалисты предполагают, что это листы исачной книги, в которой ввелся учет платы пушниной. На месте старого якутского острога также были обнаружены монеты времен Федора Романова, коллекция старинного китайского фарфора и первая якутская грамота, описанная чернилами. Иван Фролов отметил, что наиболее интересные находки будут представлены главе Якутии. Сан Сергеевич внимательно слушал о наших открытиях и перспективах дальнейших исследований, проявил живой интерес к нашим находкам, внимательно и со знанием рассмотрел монету Михаила Федоровича Романова, познакомился с первой якутской грамотой. Мы обсудили идею установки памятника берестяной грамоты, первой якутской. Ну и говорили вообще о уникальных свойствах культурного слоя города Якутска и говорили о перспективах сохранения культурного наследия в части археологии. Якутияне могут принять участие в акции «Большой этнографический диктант». Росмолодежь проводит четвертую всероссийскую просветительскую акцию с 1 по 8 ноября текущего года. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению межнационального мира и согласия, а результаты подведут ко дню Конституции России 12 декабря этого года. Более 18 тысяч заявлений было подано в Северо-Восточный Федеральный Университет. С сегодняшнего дня завершается прием документов на поступление по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места. Согласно порядку приема завершается прием оригиналов документов от поступающих на основные конкурсные места сроком до 3 августа. Второе заседание по вопросу поступления на основные этапы будет проведено 5 августа. Также с 4 августа начинается прием заявок на заселение абитуриентов в общежитие. Всего для первокурсников выделено 1650 мест. Мы будем рассматривать вопросы зачисления поступающих без вступительных испытаний. Соответственно, это призеры и победители Олимпиады федерального уровня. Завтра также у нас будет рассматриваться зачисление в рамках отдельной квоты, особой квоты и целевой квоты. Пакет документов для наших первокурсников это, конечно же, паспорт, документы, предоставляющие личность, также документы, относящие гражданина к какой-либо категории льготной, ну а также документы, подтверждающие доходы семьи. На основании этого мы делаем аранжирование и после этого издается приказ о заселении. Основной поток у нас заканчивается. Также, если при наличии свободных мест наши студенты первого курса, также студенты старших курсов могут заселиться в общежитие в течение всего учебного года, подав заявление в свой деканат. Озеро Долгое в городе Ленске облюбовали индивидуальные предприниматели. Кто-то открыл на берегу кафе, кто-то сдает в прокат лодки, а совсем недавно тут же появился еще и прокат саббордов. Им занимается героиня нашего следующего сюжета Альбина Колбик. Впечатлениями после прогулки на сабборде поделились отдыхающие. Берег, озеро и сабборд. Что может быть лучше? С этим согласны все, кто уже успел покататься на новом спортивном инвентаре. Саб-серфинг новый тренд водного отдыха. Ленчан желающих освоить, который очень много. Братья Адриан и Руслан Третьяков приехали сегодня покататься на сабборде второй раз. Плавают уже очень смело, но пока только сидя на коленях. Вставать на ноги признаются пока сложновато. Впечатления очень крутые, классные, все отлично. Если встать полностью, весь рост, можно упасть просто-напросто. А так все хорошо, удобно. Все-таки несколько раз попытался встать, но равновесие удержать парень не смог. Сегодня, к тому же, на озере из-за ветра волны. Решил не рисковать. Падать в воду не входило в его планы. В целом, на любителя. Тот, кто не очень любит глубину, да и плавать, то не очень. Тут очень легко упасть, если встаешь. А тебе как? Ну что, хорошо, плавать умею. Быстро катаюсь, весело. Одному скучному вот на перегонки с братом сыграть, то это да, отлично. Ну и, конечно, почему вы и не на перегонки? Готов? Раз, два, три. Едем до конца. Соревнования закончились с ничьей. Каждый день здесь, на берегу озера Долгое, собираются отдыхающие. Кто-то устраивает на сабордах свидание, кто-то просто прогуливается после трудового дня. Некоторые любят экстремально покататься. Инструктаж перед отправкой проводит Альбина Колбик. Именно эта девушка решила организовать для всех линчан новое спортивное летнее развлечение, которым заболела сама. Ну, получается, когда приезжают желающие, я запускаю спиросап, показываю инструкцию, как можно сидя на коленях либо же стоя. Но всегда, конечно, рекомендую только после того, когда уже человек осознал вот этот баланс, понял. Все свое свободное время Альбина катается на сабах. Кстати, дом девушки находится прямо на берегу озера. Очень удобно. Вышел и тут же на воде. Освоит новый вид летнего отдыха. Желающие, хоть отбавляясь в соцсети, пестрят видеороликами, которыми делятся линчане после катания. Прокат на час обходится немногим более 500 рублей, пока Альбина приобрела два сабборда. Но если сабсерфинг будет пользоваться спросом, то в следующем году количество плавательных аппаратов девушка планирует увеличить. Светлана Бареева, Алексей Семенов, Ленск. Все на ринг во дворце спорта проходят всероссийское соревнование по боксу в памяти президента Федерации бокса Республики Саха Александра Федотова. 18 спортсменов прибыли в город с других регионов России. Якутию уже представляет 28 боксеров. Подробности в следующем сюжете. Всероссийское соревнование по боксу носит статус отбора на чемпионат России. В Якутск съехали спортсмены с разных регионов страны. После всех отборочных призеры получат не только звание мастера спорта, но и ценные путевки. Сегодняшний турнир у нас уже по счету уже 8-й турнир, всероссийский турнир, где проводится в памяти Александра Ивановича Федотова. Турнир является особенным, потому что в данном турнире победители по веселым категориям получают путевку на чемпионат России. На отборочный тур всероссийского соревнования из других регионов России приехали не только спортсмены, но и судьи, имеющие особую квалификацию. Бои первонапер оценивают спортивные судей, которые были приглашены нами. Судьи имеют квалификацию всероссийской категории, что дает им право судить, участвовать на данных мероприятиях. У нас на соревнованиях принимают участие 8 регионов. Это наша республика, это город Москва, Самарская область, Новосибирская область, Томская область, Челябинская область и Чеченская республика. Победители боев проходят несколько кругов отборочного тура чемпионата России. Сегодня один из боксеров Иркутска Альберт Мандалов встретился на ринге с якутским спортсменом. Альберт получил травму, но выиграл бой. Тренировки были тяжелые, потому что вес гонял 6 килограммов, это далеко не шутки. Организм страдает. Бой такой сложный, соперник возрастной. Но якутские боксеры и так-то сильные, если честно. Вот даже если наблюдают за ними, то они много турниров выигрывают. Ну, рады сесть, но из-за того, что сечка, то это, ну, такое себе. Не знаю, пройду ли в следующий круг или нет, там уже будет от врача зависеть. Чтобы попасть в отборочный тур чемпионата России, участники проходили тренировочные испытания. В Якутии боксеры прошли три этапа, самые лучшие попали на эти всероссийские соревнования. О победителях, прошедших на чемпионат России, станет известно 4 августа. Александра Котельникова, Георгий Григорьев, Якутск. К этой минуте у меня все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова